Здравствуйте! В данном видеоролике я вам хочу показать, как сделать схождение на Passatio B3 своими руками с помощью обыкновенной палки без каких-либо сложных приспособлений. В данном видео мы вам покажем два устройства. Это устройство первое, такое с металлических частей и сделано с помощью сварки. Вот оно здесь выдвигается, такие вот пластины. Все можно регулировать, все отлично будет работать. Второе устройство мы можем сделать с помощью обыкновенной вот такой вот палки и двух таких небольших коротких досок. Ну и нам нужны будут четыре шурупа, чтобы это все дело скрепить и можно было бы регулировать. Так вот, один конец палки и другой конец палки. Ничего сложного нет. Вот такие короткие две досочки. Если нужны кому-то будут размеры, обязательно пишите комментарии. Я вам обязательно скину все размеры, если кому-то будут нужны. Ну вот мы сложили нашу чудо-палку регулируемую. Вот видите, у нас шурупы, вот эти все крутятся. Очень, кстати, удобно, чтобы они легко крутились. Нужно просветить чуть побольше дырки самого шурупа. Ну и что, полезем под низ машины. Если вы заметили, мы будем схождение делать на самодельной эстакаде. То бишь, нам не надо ровная площадь. Можно делать все под углом. Главное, чтобы передняя часть автомобиля стояла более-менее ровно. Ну и мы взяли нашу чудо-палку. И первым делом нам нужно сравнить расстояние между колесами спереди. Это то есть мы так отрогулируем, как у нас был большой зазор. И вот этот наш шуруп нужно подогнать к самому краю диска. Сделаю такое замечание, чтобы у вас все отлично получилось, как у меня. Нужно, чтобы диски были ровные. Замеры нужно делать посередине диска. Не снизу, не сверху, а именно ровно посередине. Я уже точно не измерял, сколько там в миллиметрах. Но я на глаз отмерил вот такие доски. Отрегулировал шурупы, чтобы можно было вот так вот регулировать наше схождение. Вот видно, что наши регулировочные винты находятся именно по центру нашего диска. Не выше, не ниже. Ну там может миллиметры роль большую не сыграет. Но на глаз оно у нас получается ровно по центру диска. С помощью фонарика, я думаю, будет лучше видно, какие тут у нас будут зазоры. Вот видно, что наш шуруп притыкается к самому краю диска. Это у нас мерится передняя часть сначала. И вот эта сторона тоже у нас дотрагивается к краю диска. И вот в таком положении нам нужно нашу палку переставить назад. И посмотреть, какие у нас будут зазоры. Ну и как нам вам тут показать? Неудобно, конечно, подлезть. Но мы постараемся. Ну вот видно, что мы одну часть поставили к краю диска. Она все совпадает. А вторая часть у нас не доходит. Видно, что где-то на 5 миллиметров целых. Даже может больше. Вот, кстати, из-за этого у нас немножко вело машину вправо. Вело у нас машину вправо после того, как мы заменили рулевой наконечник. Мы помечали вроде бы как. Закрутили все, поставили на то место, как и было. Но вот видите, с помощью нашей палки мы видим, что, скорее всего, замененный нам наконечник рулевой был, наверное, скорее всего, другого размера. А может, просто мы не попали туда, куда нам надо. Ну и вот с помощью такой палки данного ключа, потом нам еще понадобится такой газовый ключ, чтобы это все отрегулировать. Ничего сложного нету. Никаких больших тяжелых нам наборов не надо таскать. Так, отпускаем. Сначала левый рулевой наконечник, а потом можно отпустить и правый рулевой наконечник. Так, палка нам мешает. Мы отсунем ее в сторону, чтобы она нам не мешала это все дело отпускать. И, наверное, у нас одной рукой это все дело не получится, так как тут, конечно, прижато настоящее. Вот ключик нам нужен на 22. И это дело нам нужно все гайки расконтрагать, чтобы можно было двигать наши рулевые тяги. Так, вот мы расконтрагали. Нужно отвести чуть побольше гайки, чтобы они нам не мешали. И нашим газовым ключом мы уже будем разводить наши рулевые тяги. Так, ну что, мы немножко развели и посмотрим, что у нас получилось. Опять мы палку нашу передвигаем вперед. Смотрим, у нас зазор здесь прикасается полностью к диску. Зазоров нет. И здесь у нас также должно прикасаться к диску. Тоже зазоров нет. Все отрагулировали. Палку нашу нужно переставить опять в заднюю часть колеса. И опять же померить наш зазор. Посмотрим, что у нас получилось. Так. Почти получилось. Так, у нас вроде бы здесь шуруп прикасается к диску. Да. Касание есть. И проверяем другую сторону. Нам нужно сделать зазор 2 мм. 5 мм. Это уже за мной. Я, если честно, уже делаю не первый раз. Да, кстати, нам нужно, чтобы колеса стояли немножко в сведенном состоянии. Это получается, мы делаем сзади зазор, чтобы у нас был немножко больше, чем спереди. На 2 мм. Я, если честно, пробовал делать все наоборот. Делал спереди 2 мм зазор. Я никакой разницы не ощутил при езде. Машину не бросал. Все отлично. Она ехала ровно. Но рекомендуют сделать сзади, чтобы был зазор на 2 мм. Вот видно, да, что у нас зазор есть 2 мм. Зазор у нас отрегулирован. И осталось зажать, законтрагаять наши вот эти гаечки, чтобы при езде, при каком-нибудь там дребезжании они не открутились. И наша вся конструкция не открутилась и не развалилась где-нибудь в дороге. Нужно хорошо прижимать, с чувством, хорошо так прижать нужно. И вот ту сторону он тоже осталось прижать. И, в принципе, это все будет на этом. Так, вот ключик опять же на 22 везде у нас. На самой тяге ключик я не подбирала, потому что тяги у меня почему-то разные. Возможно, их когда-то кто-то менял. И получается, ключик нужен разный брать. Я уже не помню, на один с памком, по-моему. Но я взял газовый ключ, чтобы не менять ключи туда-сюда. Мне так, по крайней мере, удобней. Настоящий можно обжать, он не соскочит. Газовый ключ и спокойно можно регулировать вот эти зазоры. Как вы видите, с помощью таких несложных приспособлений можно сделать самому схождение в домашних условиях своими руками. Ничего сложного в этом нет. Инструмента много не надо. Всего лишь ключ на 22 и газовый вот такой вот ключ. Все. Больше нам ничего не нужно. Ну, в принципе, и все. Если кому понравилось данное видео, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать дальнейшие такие видеоролики. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok